Забота об окружающей среде в Лобнии это не пустые разговоры. Программа по утилизации батареек, бытовой и офисной техники успешно работает в нашем городе. Теперь пришел черед энергосберегающих ламп. Рассказывает Никита Панин. Вот такие аккуратные оранжевые эко-контейнеры появились в наиболее крупных микрорайонах Лобнии рядом с мусорными баками. Изображение лампочки на крышке призывает отправить испорченный световой элемент не на помойку, а на утилизацию. Это новый проект, который стартовал в МОЗ «Энергосбытие». Это контейнеры-эко-контейнеры, которые позволяют собирать и утилизировать ртути, содержащие лампы. Проблема утилизации ртути, содержащих ламп, одна из наиболее острых в сфере экологии региона. Широко вошедшие в обиход энергосберегающие световые элементы, к сожалению, не только удобнее и экономичнее, теряющих свою популярность ламп накаливания, но и значительно вреднее их. Современные компактные люминесцентные лампы содержат до 7 миллиграммов ртути, являющиеся веществом первого класса опасности. Их, как и градусники, нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Специально спроектированные для утилизации таких элементов контейнеры полностью исключают попадание паров ртути в окружающую среду. Кстати, бросать в оранжевые ящики можно не только лампы. Существует 4 вида контейнеров для лампочек отдельно. Есть лампочки с батарейками, лампочки с градусниками и лампочки офисные и производственные длиной до 140 сантиметров. Для того, чтобы понять, какой именно контейнер находится рядом с вашим домом, достаточно посмотреть на имеющиеся в его корпусе отверстия. Изображение люминесцентной лампы, градусника или батарейки указывают, что и куда следует положить. Впрочем, по словам представителей МОСЭНЕРГОСБЫТА, если в контейнере нужного отверстия не оказалось, лучше бросить градусник или батарейку к лампочкам, чем в мусорный бак. Специальная конструкция эко-контейнера не позволит опасным элементам разбиться. По мере заполнения содержимое ящиков будет отправляться на утилизирующий завод в Москву. Мониторить будет МОСЭНЕРГОСБЫТА еженедельно и по мере необходимости. Мы планируем, это будет раз в месяц, вывозить на утилизацию эти отходы. Пилотный проект, инициированный МОСЭНЕРГОСБЫТА, пока запущен лишь в нескольких городах Подмосковья. Таким образом, Лобне станет одной из первых площадок, позволяющих оценить перспективность задумки. Это совместная наша инициатива. Мы поняли, что эта инициатива очень важна для нашего города, потому что вопросы экологии мы им всегда придаем первостепенное значение. Именно поэтому мы и эту инициативу поддержали и будем развивать. Расходы по обеспечению программы на себя берет город. В настоящий момент заказано 5 эко-контейнеров в микрорайонах Москвич, Букино, Керамзавод, Красная Поляна, Депо. Часть уже установлены, остальные появятся в течение недели. Если эксперимент окажется удачным, число контейнеров для сбора энергосберегающих ламп в Лобне возрастет до сотни. Найти их можно будет рядом с каждой площадкой для сбора мусора. Опыт по программе утилизации батареек, проводимой в городе с начала зимы, позволяет предположить, что иллюминесцентные лампы со временем перестанут появляться в мусорных баках. Наши горожане, лобнецы, откликнулись очень хорошо. Мы во всей области заняли третье место, когда подводились первые итоги, мы заняли третье место среди муниципальных образований по количеству собранных батареек. То есть люди поняли необходимость и очень важность сбора и утилизации батареек именно в таком формате. Любая инициатива будет жить и развиваться, процветать и даст эффект, если она будет понята и поддержана большинством людей. Сделать окружающий мир чище способны только мы сами. И если каждый житель лобне борьбу за экологию начнет с себя, дышать уже станет свободнее. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.